Рабочий визит посла Швеции в Беларуси Мартина Оберга начался с участия в семинаре-тренинге, главная тема которого – внедрение концепции «Умный город» на примере шведской модели «Симбио Сити». Участие в столь масштабном мероприятии приняли представители Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси, шведские эксперты, а также специалисты коммунальных служб и организации областного центра. На поставленный вопрос, сможет ли Брест стать первым в Беларуси умным городом, все участники ответили «да», поскольку шаги в данном направлении сделаны достаточно серьезные. Областной центр присоединился к добровольной инициативе Евросоюза соглашения мэров по энергии и климату, направленной на сокращение выбросов парниковых газов. Немалый инициатив реализовано коммунальными службами города. Дело осталось за малым – соединить все вышеназванное в единую концепцию, придать системность, опыт шведских специалистов в помощь. Основой вот этого симбио-сити в городе Бресте за основу мы приняли парк «Тищелетия» в Юго-Западе Пятом. Мы хотим на основе вот этого парка за счет бюджетных денег, мы уже сделали проект архитектурный, вот до 2019 года мы вложим туда больше 100 миллиардов, но, я говорю, в старых деньгах, и сам парк сделаем. Но чтобы этот парк интегрировать в город, то есть соединить его транспортными, вело-культурными, социальными связями с центром города, чтобы люди потянулись от центра сюда в спальный район, чтобы мог спальные районы, вот пять микрорайонов наших больших, отдыхать там. Вот для этого и служит вот эта концепция, этот симбио-сити. Брест – симбио-сити. Разговор об этом с Мартином Обергом ввел и губернатор края Анатолий Лис, подчеркнув, что тема эта весьма важна и актуальна как для города, который в скором времени отметит тысячелетний юбилей, так и для области в целом, поскольку выработанная концепция даст новый толчок к социально-экономическому развитию региона. Данное направление является перспективным, отрадно, что пилотный проект экологического привлекательного города будет реализован именно в Брестской области, как я говорил, и в городе Бресте. Ну, хотел бы упомянуть, что мы также активно участвуем в реализации инициативы «Зеленая экономика». В области возводится энергоэффективное жилье, переводится на газовое топливо автомобильный транспорт, используются альтернативные источники энергии, модернизируется мусороперерабатывающий завод. Также мы рассматриваем различные проекты, это применение и замена фактически у нас на сегодняшний день на жидком топливе котельных и котлов, значит, имеется в виду для отопления предприятий, организаций, учреждений в социальной сфере нет. Они все переведены у нас либо на природный газ, либо на щепу, которой у нас также достаточно в Брестской области, и мы используем как и пилеты, так и щепу для производства тепловой энергии. Симпиуситет – это умный зеленый город, где мы стремимся интегрировать разные сферы деятельности, как, например, с точных вод тоже можно получить и биогаз, и теплоэнергия. И вот эта теплоэнергия можно распространять в городских сетях. Так что, еще раз, вот этот биогаз, это может стать топливом для автобусов и так далее. Так что, просто разумно надо устроить все системы так, что они вместе работают, и чтобы таким образом город стал зеленее, приятнее. В ходе встречи были обсуждены вопросы торгово-экономического взаимодействия. В настоящее время эти показатели оставляют желать лучшего. Невелик импорт, не увеличился приток прямых шведских инвестиций в экономику Брестской области. Это обусловлено многими причинами, в том числе и кризисными явлениями. Но кризисы проходят, а экономика, культура и туризм объединяют. Потому работать необходимо по всем направлениям. К такому выводу пришли участники встречи.